Скажите, пожалуйста, вы часто берете в руки ручку и зачем? Постоянно. На парах особенно записывать. То есть актуально еще пока, да? Не все печатают? Нет. Ручка удобнее. А есть те, кто набирает текст на гаджет? У нас запрещено в университете, да. Просто пишу что-нибудь, заметки какие-то для себя. А компьютером пользуетесь? Нет. Да я почтальон. Пишу, мелкий пакет выписываю все время людям. У вас еще на работе не вытеснили всякие компьютеры, ручку шариковую? Нет, пока что. Пишу сами. Очень часто беру ручку, работаю воспитателем, планы, документы, поэтому... Редко. Чаще, чем пользуетесь? Компьютерами, интернетами. Ну, достаточно часто, чтобы что-то записать в ежедневнике. Каждый день ребенок помогает делать уроки. А как думаете, будущее все-таки за ручным письмом или за компьютерной печатью? По-моему, компьютерной теперь будет уже. Время такое уже. Гаражи давай, Анют, гаражи. Аня старается писать красиво и правильно. Хотя в первом классе оценок не ставят. Но уже через год учитель начнет снижать оценки не только за ошибки, но даже и за помарки. Ручку ставим. Молодец, орфограмму подчеркни. Молодец. Спасибо. Чтобы ребенок начнет записать, первое с ним нужно многое заниматься, чтобы у него была развита мелкая моторика рук. То есть для начала просто раскрашивать, как самые маленькие детки. Мы раскрашиваем, что-то собираем, лепим, чтобы ручки наши хорошо работали. Потом уже постепенно переходим к письму. На самом деле мы даже в первом классе, первые полугодия мы работали карандашиком. Но, во-первых, карандашиком мягче пишет, во-вторых, такой элемент успеха для детишек. То есть мы ошиблись, мы стерли, исправились, все хорошо. Со второго полугода мы уже переходим на ручку, у них уже сформированы навыки письма. Им уже проще, легче, они совершают, делают меньше ошибок. Просто нужно иногда тренировать руку. А то если не тренироваться, писать не получится. Всегда надо тренироваться в любом случае. Писать разные буквы. Гласные, согласные, твердые и глухие. Зачем, как ты думаешь, нужно научиться тебе писать? Ну, чтобы писать письма. И когда получаешь письмо, то приятнее становится. Первые письма, написанные своей рукой, многие ученики второго Б отправили уже этой зимой. Писали письма Дедушке Морозу в этом году? Кто писал сам? О, здорово! Я тетрадочку построю и как надо положу. Я, друзья, от вас не скрою. Дружку правильно держу. Сяду прямо, не согнусь. За работу я возьмусь. Доска и кусочек мела – неофициальный герб наших школ. Правильный нажим – линия без отрыва. Каждому ученику в классе хочется так же красиво писать мелом, как Елена Анатольевна. Как бы нас ни уводило, мы еще раз говорим, наши современные технологии, все-таки никто не отменял написание собственноручно, любой текст. Даже порой хочется, чтобы поздравления мы получали не только в готовых шаблонах, но и написанные вручную. Это приятнее. Ведь человек вкладывает в написанное порой все свои чувства, которые передает тому, кому это адресовано. Чтобы передавать любовь, чтобы все тобой гордились, как ты пишешь хорошо, красиво. Есть пословица – пишут не пером, а умом. С каждой написанной буквой у маленького человека образуется все больше связей между отделами головного мозга. Мы, конечно, не должны допустить, чтобы работа на клавиатуре, нажимание кнопок, как мы сегодня детей называем, кнопка нажимателя, вытеснила ручное письмо. Безусловно, оно очень значимо и важно. Мы считаем, что и учителя любые, и я, как учитель-словесник, что за письмом, за почерком ребенка, да и взрослого человека, определяется характер его. То есть, действительно, письмом можно определить, каков человек. В классе Людмилы Владимировны на уроке русского языка дети играют. И это не что иное, как образовательный процесс. Ну, давайте все вместе. Машина! Машина! Ребятишек возит много ребятишек. Совершенно верно. То, что ты пишешь своими руками, своими пальчиками, то, что ты творишь на бумаге, ни один компьютер, по-моему, не заменит этого. Поэтому с помощью различных игр, ведь мы, ребята, с вами много играем, правда, на уроках. Вот. И, конечно, детям интересно. И они все это приносят на бумагу именно с помощью вот письма. Почти все, что написано от руки, имеет ценность. Древний пергамент с исторической информацией важен для ученых. Рукописные тексты известных писателей и поэтов с трепетом рассматривают литераторы. А для родителей и учителя важна каждая буква, написанная ребенком в тетради. Скажите, пожалуйста, мы все сами научились писать? Да! Алексей Гущин, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести». Спасибо. Спасибо.